Что сделал Азербайджан за свою столетнюю историю? Что сделал Азербайджан за всю свою столетнюю историю? Только факты. Предисловие. В 1918 году Россия вывела свои войска из-за Кавказья из-за гражданской войны. Воспользовавшись этим, Турция вторглась в Закавказье и захватила ее огромную часть. На захваченных Турцией частях Бакинской, Елизаветпольской и Ереванской губерний России была создана марионеточная Турецкая республика, которую они назвали Азербайджан, в честь одноименной провинции в Иране, которой Закавказье никакого отношения не имело. При этом, во время оккупации земель Закавказье, турецкая армия вырезала 400 тысяч христиан, в основном армян, живших на этих землях. Эта новая Турецкая республика никем не была признана и не имела постоянных границ. Она предъявляла претензии в том числе на те армянские, талышские, татские, лесгинские земли, которые ни де-факто, ни де-юре не контролировала. Затем, спустя два года после этих событий, в Закавказье вернулась ушедшая отсюда российская армия. Правда, на этот раз это была не белая армия Российской империи, а новая, красная армия РСФСР. Турки быстро заключили союз с этой новой силой, в отличие от армян, которые признавать победу Красной армии над Белой армией не спешили. Как результат, Красная армия РСФСР пошла на сделку с Турцией и признала это новое турецкое образование с украденным у одноименной провинции в Иране названием Азербайджан, установила контроль над армянскими областями. Арцахом, Зангидзором, Нахичеваном и передала эти районы в состав новой Турецкой республики. Также Красная армия передала новой Турецкой республике земли талышей, лесгин, татов и прочих народов и смонтировала из этого новую многонациональную страну Азербайджан. Создание Азербайджана, искусственной страны, было завершено. С тех пор прошло сто лет. Один. Уничтожение города Шуши с его населением. В 1920 году в городе Шуши были уничтожены все 16 армянских кварталов, которые занимали 65% площади города. В городе и его округе было убито 15 тысяч мирного армянского населения и еще свыше 30 тысяч стали беженцами. Шуши из некогда цветущего города превратился в груду развалин и лежал почти безлюдный в руинах весь советский период. В 1970-1980 годах при Гейдаре-Алиеве попытались заново заселить город, но не армянами, а исключительно азербайджанцами. Поэтому в памяти азербайджанцев город Шуши остался как азербайджанская Шуша. Два. Уничтожение армянского облика Нахичеванской области. Из Нахичеванской автономной республики были изгнаны все 75 тысяч живших там армян, у которых сегодня 400 тысяч потомков, разбросанных по всему миру. Были уничтожены все историко-культурные объекты региона, а именно, более 15 тысяч памятников материальной культуры, в том числе свыше 130 армянских церквей и монастырей. Три. Уничтожение армянского облика Гардмана. Гардман – это 5000 квадратных километров территории, куда входит несколько городов и более 70 деревень. Все жители Гардмана, сегодня их более 500 тысяч человек, были изгнаны, их дома присвоены и заселены турко-озерами. Историко-культурное наследие уничтожено. Четыре. Уничтожение исторического облика Ганзака. Ганзак, Гинджа – это в прошлом армянский город, который еще в начале 20 века имел 50% армянского населения. Все армянское население было изгнано, дома и имущества армян присвоены. 5. Изменение этнического состава Баку. В 1920 году тюрки составляли всего 20% населения Баку. Более 60% населения города были христиане, армяне и русские. Сегодня свыше 90% Баку – это тюрки. 6. Уничтожение татов через тотальную ассимиляцию. Таты – это народ, говорящий на языке фарси, персидский язык. Они заселяли Абширонский полуостров и значительные территории в Шерване. Все таты путем специальной государственной программы были отуречены. Сегодня у них свыше 700 тысяч потомков. Почти все они тюркизированы, и их национальное самосознание изменено с персидского на тюркское. 7. Уничтожение талышей через ассимиляцию. Ликвидирован и запрещен сам географический термин «талышистан». Талыши – это народ, говорящий на языке, близком к персидскому. В большинстве своем отуречены. Изменено их национальное самосознание. Воспитаны с идеями пантюркизма и ненависти к армянам. 8. Уничтожение дагестанских народов через ассимиляцию. Посредством специальной государственной политики в течение нескольких поколений сотни тысяч дагестанцев подверглись отуречиванию с изменением их национального самосознания, слезгинского, аварского и т.д. на тюркское, азербайджанское. 9. Присвоение культуры и истории народов этого региона. Посредством фальсификации истории присвоена история и культура местных нетюркских народов. 10. Фашизм. В ранг государственной политики возведена особая форма фашистской идеологии – пантюркизм, с которым дети воспитываются с самых ранних лет. 11. Ненависть. Ненависть к армянам, персам, русским и другим народам стала обычным делом в регионе Закавказья благодаря специальной турецкой политике Азербайджана. Источник. ТК-хистори. М. Тут есть неточность. В создании Азербайджана, именно Россия, большевистская, но это не суть важно, так как политика России по отношению к Армении, неизменно, независимо от системы, сыграла решающую роль. Продолжение следует. Продолжение следует...